Путин дал интервью Киселёву и пообещал поднять налоги в России. Ничего себе, с козырей пошёл. Слава богу, не 90-й! Минфин хочет в 100 раз поднять ожидаемую цифру доходов бюджета от приватизации в этом году. Порадовал нас министр Силуанов. На страже закона Роскомнадзор грозит оштрафовать СМИ за прогноз о победе Владимира Путина на президентских выборах. Либералам жизни нет. Задержан координатор предвыборного штаба Надеждина. Наблюдателям от яблока раздали повестки. Прокуратура приравняла акцию «Полдень против Путина» к экстремистскому мероприятию. В Госдуме призвали женщин выбирать надёжных мужчин, чтобы депутатам потом не приходилось думать, как взыскать алименты. А за покупку цветов скоро будут штрафовать как со дискредитацию армии или измену родине. В Белгородской области не прекращаются бои с украинскими диверсантами. Продолжаются массовые обстрелы. Герои из ВСУ знатно опозорились, снимая на территории Украины постановочные ролики об успешном вторжении в Россию. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов анонсировал новые атаки на приграничные регионы РФ. Жизнь идёт своим чередом. Пришла весна, и как не зайдёшь в интернет посмотреть тиктоки или шорцы, секреты и лайфхаки жизни на грядке. И сразу видишь вот эти скрюченные спины и неправильную осанку. Товарищи, друзья, поберегите себя. Позаботьтесь о своей спине. Ну к осени ведь от вас ничего не останется. Из раза в раз я вам рассказываю о потрясающих разработках российских врачей-инноваторах системе Кордус и Сакрус. Это физиологически выверенные, основанные на принципах мануальной терапии, простейшие и чрезвычайно эффективные аппараты. Их физиологические выступы внедряются в ваши мягкие ткани, позволяют расслабить спазмированные мышцы и снять болевой синдром. Спондилоартрит, искривление осанки, протрузии, долсаргии, дегенеративно-дистрофические изменения, межпозвонковые грыжи, ущемление седалищного нерва и многое другое. Кордус и Сакрус помогут вам. Сайт Кордус.ру это то, что вам нужно, чтобы по лучшим ценам, да еще и со скидкой, приобрести наше устройство. Итак, друзья, сводки, все главных новостей за прошедшие сутки. Владимир Владимирович дал Киселеву большущее интервью. Как хорошо, что выборы у нас честные, справедливые, конкурентные. Все кандидаты в равных условиях. Вы же видели, чтобы на федеральном телевидении показали огромное интервью Дованкова, Харитонова, Слуцкого. Что это вообще такое? Почему одному из кандидатов даются такие потрясающие преимущества? Вообще-то все остальные кандидаты за большие деньги обязаны покупать эфирное время. А Путин, он вот немножечко не так. Сколько мы уже подобных нарушений состязательности, справедливости выборного процесса зафиксировали еще до начала самих выборов. Путин заявил о чувстве вины, что прожители Донбасса и Новороссии какое-то время забывали, что они такие же русские. Вот сейчас то же самое происходит про всю Украину. Да, вроде как есть такой лозунг, украинцы это такие же русские, но на самом-то деле к украинцам отношение вообще не такое же, как к жителям Донбасса. Жители Донбасса уже с нами, а украинцы нет. Пусть они страдают в окопах, мы их не освобождать собираемся, мы их жизни учить идем. Вот вы чувствуете эту разницу между тем, как российская власть, и особенно российская пропаганда реагирует на жителей Новороссии, которые вроде как уже наши, и жители Украины, которые что-то с ними не так. Если войска США появятся на Украине, заявляет Владимир Владимирович, Россия отнесется к ним, как к интервентам. Штаты это понимают, заявил Путин в интервете ведущему Киселеву. Подождите. Что значит отнесется, как к интервентам? То есть мы будем воевать с американцами, если американцы, британцы, французы сунутся, мы должны будем зачистить нашу территорию, то есть Украину мы уже считаем своей территорией, а жители Украины пока что не своими людьми. Я не знаю, вот это как, мешанина, каша в голове, как это все устроено, как-то работает. Но мы будем воевать, освобождать территорию. Во времена смуты выкинули поляков, поляков, шведов. Во времена интервенции после Первой мировой войны, после революции мы выкидывали отсюда и британцев, и кого там, чехов, кого у нас тут только не было на территории, кто тут только не шастал. Теперь будем интервентами считать американцев, войска НАТО, будем с ними воевать. Уже готовы к войне. Дальше веселее. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках. После применения психотропных средств заявил Путин. Намек на Зеленского. Известно связи украинского лидера с наркотиками. Путин говорит, ох уж эти наркоманы, как с ними можно вообще договоры вести, о чем-то вообще что-то обсуждать. По словам Путина, переговоры это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России. До сих пор непонятно. Мы собираемся с остальной Украиной, что делать? То есть Россия все-таки, вот Медведев показал карту, по этой карте большая часть территории Украины должна стать территорией России. У Путина уже какое-то другое мнение. Ну и интересную версию Андрей Школьников у нас в гостях выдвинул. Вы можете на канале Павел Иванов посмотреть эту беседу. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. Вы понимаете, какой Россия ожидает образ победы? Вот Путин говорит, что мы готовы к переговорам. Вот Лавров говорит другие вещи. МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Ну, то есть, казалось бы, ну давайте съездим, заявим нашу позицию, что мы вообще хотим, что мы ждем, что мы добиваемся, какие гарантии мы требуем. Нет. Мы что ждем, что китайцы будут за нас впрягаться? Или кто? Арабские Эмираты? Какую переговорную площадку мы ждем, если мы готовы к переговорам, но Швейцария нам не подходит, а кто нам подходит? Или мы будем ждать, когда Трамп воссядет в американском белом доме? А если не Трамп, если какой-нибудь, например, Кеннеди, что дальше? Но куда интереснее высказывание Санцеликова по социально-экономическим вопросам. И здесь он опять сел в лужу. Вот смотрите. Путин высказался в пользу прогрессивного налогобложения в России. Да, по сути, прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. Общество воспримет нововведение абсолютно нормально, считает президент. Так, подождите, общество? Общество также воспримет абсолютно нормально, отмену пенсионной реформы, отмену ЕГЭ, отмену цифровизации всеобщей, репрессивные законы, нечестные выборы, или, например, сделать выборных судей, чтобы у нас была народная судебная система. Путин об этом не говорит. А про прогрессивную шкалу налогообложения, про убрать налоги для нищих, для бедных, и сделать хорошие налоги для богатых, об этом оппозиция, я, например, Михаил Делягин, многие другие левые, с кем мы общаемся, с кем мы не общаемся, какой-нибудь там Платошкин, об этом говорят все многие годы. Путин об этом говорит, но ему еще надо поработать. То есть, даже к выборам он точно не знает, что собирается делать, или он стесняется об этом сказать. Судя по всему, налоги для богатых повысят, а для бедных они останутся. Сделать для бедных поддержку от государства Путин не готов. Судя по всему, но я по-другому не могу это понять. По его мнению, распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым. Путин добавил, что на решение задач по борьбе с бедностью больше должны отдавать те, кто больше зарабатывает. Вообще-то это не так работает. Вообще-то на борьбу с бедностью у нас есть бюджет. В бюджете дохрена денег от нефти, газа, золота, леса, рыбы, зерна, от наших национальных богатств. От Газпрома и Роснефти в первую очередь. Куда деваются эти деньги? Про коррупцию Путин ни слова не упоминает. Все чиновники святые, трогать их нельзя. Минфин хочет в сто раз поднять ожидаемую цифру от приватизации в 2024 году. Вдумайтесь. Приватизация то, за что страна ненавидит 90-е, ненавидит чиновников, политиков, ненавидит олигархов. Силуанов, Набиулина, Путин, Мишустин. Они готовят новый виток приватизации. Планировали миллиард заработать, собираются заработать 100 миллиардов по итогам этого года. Что они будут продавать? Кому они будут продавать? У кого в нашей стране дохрена денег? Друзья, готовьтесь. У вас под носом продолжат распродавать ваше национальное достояние. А вы радуйтесь, вы благодарите. Силуанов за это, наверное, себе выпишет какую-то щедрую, хорошую премию. Ну, а высказывание Владимира Владимировича про мигрантов это нечто. Путин заявил, что в России мигранты составляют 3,7% от числа работающих. Мне сразу вспоминается его знаменитая цитата, когда он заявил, что кто зарабатывает полтора мрота минимальных размеров оплаты труда, ну, то есть 17 тысяч рублей на тот момент, это интервью его журналисту Ван Денка, то это уже средний класс. Не средний класс, который может купить себе машину, без проблем вообще покупают любую бытовую технику, гаджеты новые. Нет, средний класс это 17 тысяч рублей. По нынешнему курсу это сколько там? 21-22 тысячи рублей. Это уже средний класс считается. И вот опять, откуда он взял эти цифры? Что значит 4% от числа работающих? Серьезно? Путин заявил, что в России 10 миллионов трудовых мигрантов это было в декабре. Это было три месяца назад. Путин говорил, что в России 10 миллионов трудовых мигрантов. Неужели Путин хочет сказать, что у нас 250 миллионов человек работает? Ну, это как вообще? 4% это 1,25 от сотки. 1,25. Значит, работающих людей по мнению Путина в стране, если 10 миллионов мигрантов, значит, всего в стране 250 работающих людей. Напоминаю, что в России всего живет меньше 150 миллионов человек. Что он несет? Как это вообще возможно? Ну, это же позор человеку, который 25 лет руководит страной. Или у него какая-то параллельная реальность, и он уже думает, что реально население России полмиллиарда человек. 250 миллионов трудящихся, еще старики, еще детишки, ну, в сумме 400 миллионов. Товарищи, мне просто страшно, что он несет. Путин заявил, что традиционных трудовых мигрантов надо готовить к приезду в Россию. Это значит изучение русского языка, наших традиций, культуры и так далее. Еще раз, еще раз, не мигранты обязаны готовиться к приезду в Россию, это мы обязаны их готовить. Вы понимаете, насколько разная картина получается от перестановки парочки слов? Это наши бюджетные деньги Путин собирается раздать жителям Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, чтобы они там получили образование. Мы будем в них вкладывать жителям Костромы, Калуги, Рязани, Воронежа, Комсомольска-на-Амуре, жителям Петропавловска, Камчатского мы деньгами помогать не будем. Они как-нибудь сами разберутся. А Средней Азии мы без сомнений поможем. Нужно так, чтобы о них здесь заботились, по-человечески к ним относились, так, чтобы они интегрировались в наше общество естественным образом. Вот все это вместе и должно дать соответствующий надеюсь позитивный эффект. Ну да, разумеется, все должны соблюдать наши традиции, законы Российской Федерации. Владимир Владимирович, дорогой, а можно к россиянам тоже относиться с любовью, заботой и уважением? Вот говорят, для мигрантов сделают обязательный критерий строительства общежитий. А можно эти общежития раздать молодым семьям нашим? Ну или вот, пожалуйста, потрясающе. 70% мужчин и 72% женщин в России хотят иметь двух и более детей, и государство должно их поддержать. Подождите, что значит должно? Это вся твоя предвыборная компания, Владимир Владимирович, это вся твоя программа, если у нас в семьях будет трое детей, 70% семей хотят троих детей, скажите, пожалуйста, сколько нам нужно квартир минимум трех-четырех комнатных? Сколько? Чтобы была нормальная семья из трех детей, нужна хотя бы трехкомнатная квартира, правильно? Значит, 70% квартир должны быть трехкомнатными, четырехкомнатными. Это не какие-то фантастические открытия, это элементарная логика, Путин этого не говорит, ну, мы обязательно что-нибудь когда-нибудь сделаем, он не готов, он об этом рассказывает, но он не делает. Зарплата 70% семьи должна быть, ну, хотя бы 100 тысяч рублей, особенно, когда жена сидит в декрете. 100 тысяч рублей это минимум, если у тебя трое детей. Скажите, пожалуйста, а отменить пенсионную реформу, чтобы бабушки и дедушки могли ухаживать за внуками, помогать молодым семьям? Или продолжать работать, но за счет пенсии иметь нормальный доход, финансово поддерживать молодую семью? Нет! Просто поверьте, что когда-нибудь Путин о вас позаботится. Обучение патриотизму и традиционным ценностям пошло не по плану. Как вы знаете, в честь президентских выборов была организована огромная, колоссальная, всеми обсуждаемая выставка «Россия» на ВДНХ. Но, когда туда пригласили молодежь, молодежь потребовала хлеба и зрелищ. И вот они там пляшут, беснуются и поют песни инстасамки «За деньги да! Все, что угодно я готова делать за деньги!» кричат девчонки. Дорогие друзья, вот это именно то, чего мы и ждали от традиционных ценностей. Вот это вот отношение, потребительский подход. То есть, смотрите, как у нас сейчас логика властей. Мы рассказываем про традиционные ценности, что надо много рожать и так далее. Мы запретим экстремистов из ЛГБТ. Все, что угодно сделаем. Но запрещают реально только тех артистов, которые критикуют специальную военную операцию. Если человек реально учит роскоши, потребительству, я бы даже сказал потреблятству, то это нормальный человек. А что такого? Надо, ну вот, посмотрите, просто вдумайтесь в те новости, которые мы можем наблюдать воочию. Люкс не оставляет Россию. В России остались более 70 международных люксовых брендов, 70%. Речь идет о компаниях, которые производят одежду, обувь, ювелирные изделия и часы, сообщили в IBS Real Estate. При этом почти половина из них обновляют коллекции. Бальмайн, Клои, Джорджио Армани и другие торговые марки все еще можно приобрести, например, в ЦУМе. Скажите, нахрена мы же им, этому тлетворному, паршивому западу позволяем на себе зарабатывать? Кто покупает эти сумочки по 2 миллиона рублей, эти платьишки по 500 тысяч? Кто этим всем занимается? Не нашли вороватая элита, которая рассказывает, что все для фронта? В реальности они ссорят деньгами. Народ это все естественно бесит. Это что, есть наши традиционные ценности? Немецкий автопроизводитель Porsche наконец-то планирует полностью завершить продажу российских дочерних компаний. Два года идут боевые действия. Два года против нас Германия налагает санкции. Они продолжают здесь зарабатывать. Почему? Потому что это элитке надо. Все, что надо элитке остается. Продолжает работать, как будто бы ничего не случилось. Это ли не издевательство? Простые люди сидят, дефицит лекарств. Богатые люди найдут себе любое лекарство. Им хоть специально нанятый курьер слетает куда хочешь, через пересадочные какие-нибудь рейсы, все купит, привезет. Простые люди под ударом. Простые люди копейки считают. Удивляются, почему им там не могут 500 рублей зарплаты накинуть. Почему премии сокращаются. А богатеи покупают дорогущие бренды, автомобили, одежды, аксессуаров. Вот кандидаты, которые соответствуют этим качествам, если они есть, давайте их поддержим. А те, кто не соответствует, ну, извините, дальше никого не будем обижать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Женщины, кстати, это больше понимают то-либо. Потому что женщины, когда определяются созданием семьи, в первую очередь хотели бы видеть надежного рядом человека. Надежного. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ушами наслушаетесь речей разных. А потом мы думаем здесь, в Государственной Думе, как нам алименты с них взыскать. Вот это открытие. Оказывается, избранник должен быть добрым, честным, трезвым, сильным, мужественным, заботливым, готов помочь по хозяйству и зарабатывать то он хорошо. Это издевательство такое? Это плевок в лицо людям? Где таких людей найти? Когда в стране нет образования, медицины, бесплатного спорта, когда бутылка водки стоит дешевле книги нормальной. Скажите, пожалуйста, это вообще вменяемые слова? В чем задача этих слов? Что бабы тупые, выбирают только козлов? У них то есть выбор, принцы у нас ходят по улицам, расспрасываются деньгами, ну прям какие-то гениальные товарищи, но женщины зачем-то выбирают алкашей, наркоманов, в надежде хоть какую-то семью завести. вот вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях там за любые деньги покупали, принесли вам, порадовали, знаете, куда денежки-то пошли в большинстве от этих многомиллиардных в долларах потоках? Ну ладно бы в нейтральные дружественные страны, нет, в Голландию 6 миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию, куда Голландия направляет эти деньги и призывает всю остальную вот эту банду на снаряды ВСУ. Ну что, мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы. Ровно то, о чем мы с вами и говорим. Да, если у нас в стране продолжают работать продажи Поршей, Луи Виттонов, Прады, Джорджо Армани, это все нормально. Элитка пусть покупает и отправляет деньги на запад. Если у нас продолжается продажа рыбы в Америку, урана, титана, который может использоваться для производства вооружения, беспилотников, то это ничего страшного. Но если люди покупают цветочки, это настоящие экстремисты, поддерживают армию. Новость очень широко обсуждается в российском интернете. Я думаю, тут есть о чем подумать, есть что обсудить. Не забывайте высказываться в комментариях. вся ваша активность помогает распространять информацию, продвигать видео в интернете. И пока простых людей прессуют, элитка, наоборот, выворачивается из-под санкций. Евросоюз исключил из санкционных списков Аркадия Воложа, лидер Яндекса, вице-президента АФК Система. АФК Система, между прочим, считается одним из главных разработчиков российских дронов и беспилотников, то есть военной техники в том числе, но с него снимают санкции. И президента европейского отделения мотоклуба Ночные Волки Гамбалика. Вы знаете, что Ночные Волки это абсолютно такая пропутинская организация, но люди, которые этим занимаются всерьез, политикой, мутят бабло, присасываются к бюджетной кормушке, они уже свободны, у них уже началась нормальная, комфортная жизнь, а вы будете страдать. Многих людей поувольняли, некоторым даже пришлось из России сбежать, на панике, всякая неприятность творится в жизни русского человека, а олигархи постепенно начинают освобождаться. Вы знаете, это выглядит как продолжение попытки подкупить нашу элиту, типа, ребята, мы на Западе готовы вас взять в семью цивилизованных народов, но вы должны предать Путина, вы должны предать Россию, устроить госпереворот, подписать какие-то соглашения, я вообще ни разу не удивлюсь, если это реально произойдет. Выборы, выборы, кандидаты, сами знаете, дорогие друзья, Дованков, Путин, Слуцкий, Харитонов, остается всего 4 кандидата, за кого вы собираетесь голосовать или за всех сразу, пишите в комментариях, по многочисленным рекомендациям, я сам пойду в воскресенье, в середине дня, скажем аккуратно, чуть позже вы поймете, почему я так говорю, Роскомнадзор вдруг очухался и заявил, что нельзя опубликовать материалы с прогнозом, кто же победит на выборах. Дело в том, что есть такое понятие, формирующий соцопрос, например, если вы будете подходить к людям и спрашивать, а вы знаете, что сейчас модно выращивать там огурцы на балконе, то какая-то часть людей подумает, а, так это модно, об этом даже на улице спрашивают, пойду-ка я куплю семинар, рассаду там контейнеры какие-нибудь, удобрения, начну выращивать огурцы. То есть правильными вопросами можно заставлять людей что-то делать или, например, за что-то голосовать, о чем-то думать. И когда сейчас из каждого утюга слышно, что Путин победит, Роскомнадзору это очень не нравится. Вообще-то другие есть нарушения, но вот, например, тоже интервью Путина, такая возможность не была представлена другим кандидатам, но Роскомнадзор это мало интересует. Во Владивостоке задержанный координатор предвыборного штаба Бориса Надеждина и двое сборщиков его подписи. Кстати, сам Борис Надеждин призвал голосовать за кого угодно, кроме Путина. То есть, он не поддержал ни одного из кандидатов, но также не поддержал идею портить бюллетени, устраивать вот этот своеобразный бойкот. Но его сторонники, вокруг него собралась очень большая масса либеральной, оппозиционной, радикально настроенной аудитории, антивоенщики, ЛГБТшники. И вот во Владивостоке, например, начали искать поводы и задерживают прямо перед выборами. силовики взломали чат участников штаба Надеждина во Владивостоке. То есть, закрытая группа, это не в общественный доступ информация распространялась, закрытая группа, где увидели флаг экстремистского ЛГБТ-движения. Друзья, десять раз думайте, где, с кем, что вы обсуждаете. Если вы видите, что где-то обсуждают какую-то чепуху, бегите оттуда. Бегите, вас еще могут сделать крайним виноватым. Будьте крайне осторожны, внимательно, сами видите, какая сейчас в стране ситуация. В Российской Таможенной Академии в Подмосковье задержали 18-летнего Владислава Спиренкова, который был волонтером в штабе того же Надеждина. Силовики забрали студента во время пары, ему назначили шесть суток ареста. По всей стране элементы, которые могут создать какие-то проблемы на избирательных участках, власть пытается их зачистить, ликвидировать. Еще жестче произошла история с представителями партии Яблоко. Ребята записались в наблюдатели, за каким-то непонятно хреном их вызвали на участок, типа там бумажки заполнить, инструктаж пройти, и прямо в этом участке им стали вручать повестки в военкомат. Ах вы оппозиция? Вы собираетесь проверять, как мы тут выборы проводим? Идите в армию! Это вообще-то вмешательство в избирательный процесс, но современные российские законы Эллочка Памфилова позволяет и одобряет. У журналистов из Кузбасса Андрея Новошова прошли обыски, что, зачем, почему, вроде как фейки об армии, можно только догадываться. Партия гражданская инициатива призвала россиян портить бюллетени на выборах президента. Это как раз партия близка и к Дунцову, и к Надеждину либеральный спектр представляет. То есть, вы видите, Надеждин призывает голосовать, партия гражданская инициатива призывает портить, иностранные агенты Ступина Рудой призывают портить, Коля Бондаренко и я, например, призываем голосовать за Харитонова. Вы свое мнение можете высказывать в комментариях. Прокуратура в Москве приравняла акцию полдень против Путина к экстремистскому мероприятию. Я не буду долго об этом рассусоливать, но важную вещь имейте ввиду. Если вы придете на выборы в любое время, например, в воскресенье в 12.00, придете и проголосуете, у вас не будет никаких проблем. Но если вы придете с какими-то особыми значками, шарфами, будете что-то выкрикивать, будете затягивать процесс, странно себя вести, у вас возникнут проблемы. Вплоть до обвинений в экстремизме. Пожалуйста, не ведитесь на провокации, не участвуйте в них. Я сам, как блогер, конечно же, я пойду посмотреть, как много людей вообще придет. В Москве хотя бы наиболее такой оппозиционный, активный, либеральный город, да, Москва, наверняка тут на участке будет какое-то количество людей именно в 12.00, которые придут голосовать, попытаются устроить очереди. Но я сомневаюсь, что их будет много на самом деле. Пожалуйста, если вы решили тоже в воскресенье в 12 пойти, не подставляйтесь под проблемы с законом. Пожалуйста, призываю вас, заклинаю вас, нет в этом никакого смысла, никому, кроме Марии Певчих и террористки и экстремистки, легче не станет, кроме того, что, о, смотрите-ка, я устроил акцию. Она ни на что не повлияет, но создает иллюзию, создаст иллюзию того, что наша либеральная команда почившего экстремиста террориста Навального на что-то влияет, а значит достойна получению новых грантов. Поселок Свеча, Кировская область. Человек с ампутированными ногами ползет на четвереньках, чтобы получить немного воды. Дело в том, что администрация поселка не может починить трубы воды в поселке. Нет. А если надо почистить дороги, так это вообще какие-то космические технологии нам не подвластны, недоступны. Поэтому по нечищенной дороге становись на четвереньки и ползи. Я вас призываю задуматься, что скоро с фронта вернутся тысячи людей с ампутированными ногами. как они будут по России передвигаться, как они будут выживать в современной России, если в России не умеют чистить дороги, чинить трубы, давать людям лекарства, оказывать нормальные медицинские услуги, медицинскую помощь. Друзья, вы вообще понимаете, к чему, на какую жизнь обречены ветераны специальной военной операции с какими-то серьезными травмами? Сейчас им платят какие-то приличные зарплаты, а что будет дальше, что их ждет? Никаких перемен в управлении страной, в бытовом, коммунальном управлении страной не наблюдается, я не наблюдаю. Омбудсмен Татарстан Ирина Волынец, у нее еще веселее история, к ней обращаются граждане, выясняется, что какие-то общественники, какие-то странные люди уговаривают женщин разводиться с мужьями, забирать детей, получать алименты, а мужик пусть на фронте что хочет делает. Пока мужчина находится на фронте, у него отнимают детей, и не просто у жены там что-то заклинило в голове, ей рекомендуют, уговаривают ее так и поступить. Санкт-Петербург водоканал раскрыл причины массового отравления людей хлором, воду отравили хлоркой, не совсем хлором, бывает способ очистки воды с использованием хлора, гипохлорид натрия или калия это другое вещество хлорка, но тем не менее массовое отравление людей произошло, потому что в воде содержался избыток этой самой хлорки, возможно мигрантов каких-нибудь или просто людей неграмотных поставили на ответственную работу, но они немножечко с дозировкой не рассчитались, с концентрацией напутали, и вот результат, Хакассия в Черногорске обрушила стена аварийного общежития по улице Дзержинского 12-Б, я каждый ролик об этом рассказываю и говорю, чиновники раскройте глаза в любой момент, вы сядете на 20 лет, из-за вашей халатности могут погибнуть люди, почему они живут в аварийных домах, почему у вас не предусмотрен маневренный фонд для людей, которым срочно требуется нормальное жилье, жилплощадь, вы кому это сдаете, тем же мигрантам, вы с этого деньги стрижете, вы сядете в тюрьмы, им плевать, здесь опять слава богу, обошлось без жертв, люди сами успели эвакуироваться в последний момент, увидев, что начинает происходить какая-то дичь, Севастополь, на трещину в здании горбольницы, поручено снова посмотреть, ремонты это не про нас, ремонты мы делать не умеем, трубы чинить не умеем, дороги чистить не умеем, больницы ремонтировать мы тоже не умеем, ждем, когда это все на людей обрушится, Камчатка, в Вилючинске треснула почта, здание почты России пошло трещинами, люди боятся туда заходить, Петрозаводск, улица Советская, дом 19, второй подъезд, скоро обвалится лестница, то ли стены обвалятся, а лестница останется, то ли лестница обвалится, стены останутся, тут одно из двух, но то, что лестница отделяется от стен, это видно уже не первый месяц, люди не понимают, почему чиновники никак не реагируют, потолок, живет семья, двое детей, нарожали по просьбе наших замечательных чиновников, а на них рушится потолок, они просят помощи, к ним приходят два человека в стельку пьяные, забота наших чиновников нашего государства о жителях и о детях нашей страны, в Самаре упал лифт с людьми, видео от жильцов дома номер 95 на 5 просеке, по их словам, 11 марта в их доме произошло ЧП, пожалуйста, сколько таких историй со всей страны, из-за санкций с развалом Советского Союза мы разучили делать свои лифты, обслуживать существующие мы тоже не можем, лифты с людьми и без людей падают, застревают, все что хочешь, товарищи, пожалуйста, будьте бдительны, береженого Бог бережет, хотя бы сами следите, чтобы вам на голову ничего не упало, чтобы стены у вас были без трещин, чтобы они на вас тоже не обрушились, чтобы лифт ехал гладко, нормально, без скрипов, без странных шумов, звуков, лучше идти по лестнице, чем застрять или чем упасть в этом лифте. Наберите в грудь побольше воздуха, Задорнов отдыхает, администрация Московского района Санкт-Петербурга решила проблему наледи на дорогах, просто подождали, пока все растает, я таких случаев уже вам рассказывал, я думал, это все-таки какая-то редкость, год назад был такой случай, что где-то в Краснодаре люди в феврале пожаловались на то, что у них не убирают снег, в мае, когда естественно все растаяло, пришел ответ, проблема решена, никаких сугробов не существует, чиновники просто издеваются над людьми, вот теперь в северной столице в Санкт-Петербурге такая же история, это что такое, простите, это что такое, вообще-то они за это получают деньги, они воруют наши деньги, вы хотя бы пытаетесь иногда жалобы писать, вы может быть идете к чиновнику на прием и высказываете ему, вы может быть пытаетесь выбрать себе в районе, хотя бы в районе, где выборы можно победить, пытаетесь выбрать каких-то народных депутатов, хотя бы одного, чтобы он мог ходить и отстаивать ваши интересы, ваши права, или они все там продажные единороссы, Омск, на одном из омских вузовских общежитий появился необычный плакат, здесь невозможно жить, вы думаете эти студенты они потом будут великими патриотами, им конечно расскажут переписанную историю России, теперь у нас будет во всех вузах преподаваться курс истории религии России, но жить вам с крысами, с тараканами, с плесенью, вам жить при постоянных домогательствах со стороны мигрантов, которым раздаются бюджетные бесплатные места для обучения и жизни в российских общежитиях, этой истории приходится всей России, может быть здесь невозможно жить, это уже не при общежитии, про весь город или про всю страну, именно так на бытовом уровне формируется отношение к реальности, отношение к нашей родине, вы долбаные чинуши отбиваете какое-либо желание верить в Россию, Барнаул, Алтайский край, очередной эпизод издевайство над людьми, у людей есть конкретный транспортный маршрут, из точки А в точку Б, они ездят на транспорте, в основном этим маршрутом пользуется большое число сотрудников местной больницы, вдруг выясняется, что этот маршрут отменяют, теперь придется ездить по огромной дуге, в 3-4 раза дольше придется тратить на дорогу в день, люди удивляются, почему их никто не спросил, они вроде как платят, у нас в России умеют производить автобусы вроде как, у нас есть автобусные заводы, у нас водителей не хватает, в чем проблема в Алтайском крае от жителей сел Буракова, Шадрина, Калистратиха, Калманка, Новороманова, Зимарии, Алтай, в клинической больнице люди работают, теперь им придется уволиться из больницы, или им создадут там общежитие, выдадут жилье, чтобы они не ездили хрен знает куда, хрен знает какими путями окольными, почему издеваются над нашими медиками, нам же во время коронавируса объяснили, что медиков наше государство любит и ценит, все, Мавр сделал свое дело, Мавра может уходить, прошла любовь, завяли помидоры, Курганская область, курганцы собрались на сход из-за скандальной свалки трупов животных, это слава богу, что и сотрудники больницы, что жители Курганской области собираются и требуют учитывать их права, что они хотя бы не молчат, что они хотя бы жалуются, блогерам это рассказывают, вот эта история вообще, друзья, я когда это смотрел, я подумал, что это анекдот, человек из администрации пролетарского района города Ростова решил заняться своей работой, будучи чиновником, он должен был разобраться, почему там организовалась свалка мусора. Добрый день! Что делаем? Администрация пролетарского района. Что происходит, а? Бери с макады, а? Давай не рассказывай, а? Да ты мне давай не рассказывай, а? Что это? Что это? Что это? Что это? Нормально разговариваешь? Ну нормально разговариваешь, что это? Ну что вы делаете? Начну рассказывать, аху** Что вы делаете? В смысле что вы делаете? Ну что вы делаете? Зачем? А ты знаешь, что здесь нельзя разговаривать? Ну на трава и буши не забываешь, ну в смысле зачем? Ну везите в нормальное место, там выкидывайте. ну вон, ну вон, самым следом искать, я что буду, доставку буду делать, а брат, и так делаю, что буду делать. А что тебе не нравится? Я думаю, что с вами, свинью разрезанную выкидывай? Не свинью разгрузанную, здесь не положено выкидывать. Ну я знаю, давай, где дед заберешь? Какой дед заберешь? Вот дед, не в кем, дед. Какой дед? Вот он, по которым с граммами топится пошел. Ну везите к нему на участок. Ну вези к нему. Везите к нему. Вот так вот. Чиновник-то думал, что сейчас он такой большой и важный, удостоверение покажет, прикрикнет, и все сразу разбегутся, а его посылают. Его посылают. Ты кто такой? Мы тут нарушаем законы, мы тут воруем бабки, мы должны заплатить деньги за утилизацию мусора, а мы эти деньги себе в карман положим, а мусор выкинем, где нам удобно, где нам хочется. Ограбим местных жителей, ухудшим их условия жизни. А чиновнику, а чиновник ничего не может. Выяснилось, что на чиновник это всем плевать. Вы знаете, на самом деле он молодец, он нуждается в нашей поддержке, что он хотя бы попытался что-то сделать. Я надеюсь, что теперь он будет умнее и будет бороться более рьяно, а не опустит руки. Потому что нам нужны такие чиновники, которые хотя бы пытаются на что-то повлиять. Те чиновники, которые сидят, плюют в потолок, получают зарплату, нам не нужны. Весна пришла, российские чиновники снова оказались не готовы. В Пензе учащиеся школа номер 28 пожаловались на дырявый потолок, с которого течет. То же самое. В Томской гимназии номер 26 на улице Беринга 4. Еще веселее история произошла в Кургане. Там не потолок протек, там у начальства крыша протекла. Врачам пообещали премию. Премию дали. Но потом дали зарплату меньше ровно на эту премию. То есть врачи ничего сверху не получили. Президент рассказывает, обещает, министры выступают. А там кукш с маслом. Еще веселее история про стипендии для семей участников спецоперации. Вот она, забота о наших фронтовиках. Им обещают стипендию, а потом отменяют ее. Ну то есть нет, формально ничего не отменено. Формальная стипендия продолжается. Но реально ее перестали платить. Министерство образования уже опровергло эту информацию. Людям показалось. Люди все выдумали, наврали. На самом деле, конечно же, все как сыр в масле катаемся. Надуманные претензии. Госдума породила очередной мощнейший скандал. Вы наверняка неоднократно слышали о том, что фронтовики, мобилизованные наши парни, сидят на фронте до победного, до упора. Если понадобится еще полгода, или год, или три, будут сидеть воевать, без права вернуться домой. Но вот участники заключенные, которые были завербованы Пригожиным, Вагнер, или потом Министерством обороны, они имеют возможность гораздо быстрее выйти. Выйти на свободу. Они возвращаются к себе. Некоторые успевают совершить новые преступления, снова попадают в места не столь отдаленные. Вроде как с этим начали бороться. Вроде как заключенные тоже теперь заключают контракт на долгий срок. Но вот Госдума принимает закон о немедленном освобождении заключенных с тяжелыми заболеваниями. Закон требует держать их в заключении еще минимум 15 суток после соответствующего решения суда. То есть, если ты сиделец, но у тебя плохо со здоровьем, тебя должны выпустить. Друзья, я надеюсь, вы понимаете, что если сиделец богатый, он может договориться, что ему придумают диагноз больное сердечко и его отпустят. А дальше что? И вот свежайший пример. С пылу с жару 70-летний шакро молодой, так называемый вор в законе номер один, самый главный человек в преступной иерархии СНГ, выходит на свободу. Молодец! В чем его заслуга? Считается, что именно он организовал участие тех самых заключенных в спецоперации. То есть, есть некие воровские понятия. И шакро молодой сказал, это дело правильное, вы можете воевать за Россию, и это по понятиям. Ребята, кто хочет, участвуйте, записывайтесь, подписывайте контракты, все нормально. И за это власть его выпускает. Все. Понимаете, как это работает в современной России? Можно договориться. Опаснейшие преступники окажутся на свободе. Госдума во вторник приняла законопроект, регламентирующий участие. Депутатов, правда, больше волновал не сам этот механизм, а то, стоит ли вообще отпускать на свободу лиц осужденных за тяжкие преступления. Председатель комитета по обороне Картополов успокоил коллег, заверив, что с фронта бывшие заключенные возвращаются другими людьми, поскольку одно дело 10 лет баланту хлебать, другое каждый день в атаку ходить. Но мы уже видим эти новости, мы уже слышим эти истории. Вернулся, задушил, вернулся, топором зарубил, совершают тяжчайшие преступления против своих соседей, знакомых и так далее. Далеко не все люди, вернувшиеся с фронта, становятся героями. Картополов что, в этом специалист? Но он говорит правду, да, люди, которые просто 10 лет сидят в скотских условиях на наших российских зонах, они потом к нормальной-то жизни не особо приспособлены. Им нужна какая-то реальная ре-социализация, реальная адаптация. Но фронтовикам тоже нужна адаптация. У них у всех посттравматические стрессовые расстройства. У них жутко поломанная психика. Те, кто участвовал в боевых действиях, особенно долгое время подряд, несколько месяцев подряд, теперь уже на годы пойдет срок. Да, с этим надо работать. А не закрывать на это глаза и рассказывать, «Да все и так хорошо, что вы паритесь? В атаку ходил, теперь героем стал». Замглавы Югорска Дмитрий Крылов погиб на СВО сообщили в мэрии города. Не имея боевого опыта армейской службы, посчитал долгом встать плечом к плечу в один ряд с нашими бойцами. Я регулярно рассказываю вам разные истории, связанные с спецоперацией. К сожалению, мы слышим истории о том, что чинуши, которые просто хотят сделать какую-то карьеру или отмыться от каких-то грешков, каких-то преступлений, уклониться от уголовных статей, идут на теплые местечки, потом возвращаются и у них все отлично. Но есть люди, которые реально пытаются участвовать по чесноку, рискуют жизнью, некоторые даже умирают. Я не говорю о том, что нужно относиться ко всем к ним, предвзято. Нужно всегда помнить, что люди разные и на фронте они тоже разные. Вечная память погибшим бойцам, я бы даже сказал всем людям, которые гибнут где-либо. Из-за упавшей на голову сосульки, из-за нерадивых чиновников или отравившейся какой-то некачественной едой или не получившей медицинскую помощь, очень много трагедий вокруг нас происходит. иногда тихих, иногда абсолютно незаметных. У нас очень тяжелое на самом деле время. Спецоперация это только одно из проявлений этого времени. История, в которую невозможно поверить здравом уме. Сотрудница полиции возвращалась домой. На нее напал какой-то непонятно, то ли наркоман, то ли просто маньяк. Муж спустился, вышел, чтобы ее защитить. Случилась драка, муж одолел этого безумца маньяка. Жена пошла в полицию к себе на работу, сказала, была такая-то история, такая-то ситуация, мужа должны поддержать, этого маньяка должны посадить. Прошло совсем немного времени, и судя по всему, начальство просто продало эту семью. Обвиняемым вдруг стал мужчина, который якобы просто захотел подраться, выбежал на улицу и набросился с кулаками на первого попавшегося прохожего. То есть, еще раз, сама сотрудница полиции была жертвой нападения, но начальство делает ее мужа виноватым. Возможно, представители этнических группировок отбашляли денег, возможно, нашлись какие-то влиятельные родственники, ребята вас продали, поймите это. Ради каких-то денежек теперь нужно привлекать ФСБ, прокуратуру, собственную безопасность, чтобы разобраться, как это вообще могло случиться. Госдума приняла закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающего заключение договора с Минобороны для членов казачьих обществ. У нас вроде казаки есть, и они гордятся тем, какие они казаки, настоящие русские, все, что а теперь выясняется, что через два года спецопераций, только на третий год спецопераций их привлекут к участию в боевых действиях. А чем они раньше занимались? Инженеры, программисты все на фронт? Казаки, которые, казалось бы, чем-то таким занимаются? Нет. Росгвардия нет. Полиция нет. МЧС нет. Представители гражданских профессий да. Друзья, но мне кажется как-то прям стыдно. Мне интересна статистика. Я думаю, когда-нибудь мы узнаем реальную статистику, сколько тех же казаков оказалось на фронте. Националистов там, не знаю, разных. Мне интересно, что за люди пошли на фронт. Сколько там реально росгвардейцев, сколько там полицейских, людей, которые, ну, хоть как-то обращаются с оружием, сдают нормативы физподготовки. Потому что известны случаи, многочисленные случаи, когда люди с тяжелыми болезнями признавались годными. Идите, ребята, воюйте. А как без вас? У нас же нет никаких силовиков. 4 миллиона человек. Лютейший позор навлекли до себя представители Легиона Свобода России, которые работают на Зеленского. Они сняли видео о том, как они уже занимают села на территории Российской Федерации, зашли в Брянскую, Белгородскую или Курскую область, закрепились, русские ничего не могут поделать. Нет. Довольно быстро выяснилось, что это снято на территории Украины, что они не пересекали, российскую границу. Они сидят у себя на Украине. Спросите, срут в уши своей аудитории. Украинской, российской, европейской. Кто их смотрит, кто за них болеет, кто считает, что да, это настоящие освободители России от кровавого путинского режима, вот они-то сейчас порядок-то наведут. Они просто врут. Все эти арестовичи, подоляки, Зеленские, в России тоже хватает таких долбанных пропагандистов. Но я вот таких роликов-то не припомню с российской стороны, которые имеют целью просто насрать в головы, насрать в души всем, кто этим вообще интересуется. Откровенная ложь. Понимаете, не то, что мы дорогу починили, а там ямки. Это боевые действия. Это, казалось бы, серьезная история. Туда реально бросают силы десятки, сотни бойцов. Формируются в диверсионно-разведывательные группы. Их реально бросают в Белгородские, Брянские, Курские области с оружием, с боевыми машинами пехоты, с танками. И они становятся легкой добычей, жертвой для российских вооруженных сил. Зеленский, чтобы проявить, что он атакует Путина, какие у них великие, величайшие успехи, он жертвует людьми, льется кровь. У Ширия очень много информации по этому поводу, кому интересно, можете почитать просто его телеграм-канал, сколько там вообще потерь, и, казалось бы, техника в дефиците, снаряды в дефиците, люди в дефиците, но ради пиара ими жертвуют. Вот все, что вы слышали про Советский Союз, Великую Отечественную войну, вот эти исторические мифы и фейки телами. Вот Украина делает это прямо сейчас. Я думаю, что люди, которые в этом участвуют, они все понимают, но за их спинами стоят заградотряды, они не могут отказаться выполнять эти преступные приказы, они вынуждены идти вперед, иначе их свои же застрелят. Вот все страшное, что вы когда-то слышали, любые фантазии про страшный советский кровавый режим, сейчас это воплотил в жизнь, реализовал режим Зеленского. Белгородская область в районе села Сподарюшино идет бой с украинскими диверсантами, он уже фактически пять дней продолжается, то тут, то там, прорывается то одна, то другая диверсионная группа. Российские власти заявляют о том, что несколько сотен украинцев уже было уничтожено в ходе этих диверсионных вылазок. Как минимум 40 диверсантов ликвидировано при попытке прорваться на территорию Белгородской области, в Курской области продолжаются бои с пяти утра, 12 украинских диверсантов и две машины Брэдли уничтожены на границе с Белгородской областью, всего было 30 человек, то есть где-то треть была уничтожена. Секретарь Совета Национальной Безопасности Украины Алексей Данилов анонсировал новые атаки на програничные регионы РФ. Зачем и нахрена? Он говорит «Это только начало, такого будет очень и очень много». В чем смысл? Как это поможет освободить украинскую землю? То есть я пытаюсь представить их логику. В этом нет никакой логики, кроме пиара перед западными партнерами, перед западными, правильнее сказать, хозяевами. Несколько депортаций было, правда? Это не афиширует, но связано это больше с криминальными элементами. Ух, началось, ребята, с Польши депортация в Украину наших ребят. Вот только что позвонил мальчик, парень позвонил и говорит «Так и так, найдите мне квартиру, найдите квартиру, я срочно хочу уехать с Польши». А дело в том, что у него друг работал на такси, остановила полиция и безо всяких уважительных причин с депортацией до Украины с сопровождением. Вот он и рассказывает такую информацию, настолько она правдива, не знает. Вот какую поддержку собирается получить Зеленский и Данилов от Европы. Украинцев втихую уже начинают выкидывать обратно на Украину. Ты приехал в Польшу, спасаешься от войны, ты приехал в Чехию, в Германию, постепенно всех украинцев возвращают назад и их сразу отправляют на фронт, где они нужны в качестве боевого мяса. Дорогие друзья, но это трагедия, это катастрофа. Это депортация, о которой все молчат. Почему об этом не говорят? Да потому что это незаконно. Потому что беженцам предоставляются укрытия. Это все международные законы об этом говорят. Но сейчас происходит другой процесс. Втихую украинцев возвращают и отправляют сразу на фронт. И параллельно с тем, что в Российской Федерации принимаются законы на тему освобождения заключенных в связи с состоянием здоровья. Верховной Раде внесен законный проект, предполагающий досрочное освобождение заключенных из колонии и тюрем в случае подписания контракта для прохождения службы в рядах ВСУ. Уж как они ржали, как они издевались над тем, что заключенные в России пошли на фронт. Ох уж этот Пригожин, ох уж это Министерство обороны, и теперь они сами делают ровно то же самое. А это не скандал? Украинцы, что вы об этом думаете? Украинцы, а вам не кажется, что ваша власть вам немножечко свистит в уши? Между тем, помимо вылазок диверсантов продолжается активная атака российской инфраструктуры, особенно энергетической инфраструктуры, топливной инфраструктуры беспилотниками, и стоит огромный вопрос, это правда с Украины долетает, или все-таки по всей России разъезжают, бегают какие-то группы диверсантов, которые здесь, в наших регионах запускают беспилотники, в Рязани момент прилета вражеского дрона попал на видео по нефтеперерабатывающему заводу, огромный начался пожар, цена на топливо в России начала расти, но по мнению экономистов это только поможет олигархам зарабатывать денежки, потому что запасы огромные, нефтеперерабатывающие комплексы у нас работают прекрасно, даже если вы половину из них закроете, топлива все равно хватит. В Белгороде распространяются кадры дыма от нового обстрела Белгорода, над Белгородом сбили более 10 воздушных целей, я вот сейчас взял интервью у Маргариты Кривцовой и ее супруга из Курска, они рассказывают, что они постоянно слушают эти взрывы, ну постоянно, там налеты, обстрелы дикие, жуткие, зачем? Зачем Украина обстреливает мирных жителей на территории Российской Федерации, используя европейские, там, натовские снаряды, они, наверное, просто надеются, что будет спровоцирована реальная война России с НАТО, и тогда они будут победителями, они на это и рассчитывают, то, что Украина станет полем боя, и что там будет, в том числе, возможно, применено ядерное оружие, они об этом не думают. В Брянске пытались подорвать отделение Газпром Межрегион ГАЗ из здания Брянск Энерго, 22-летний, молодой, молоко на губах не обсохло, подозреваемый оставил у входа в здание самодельное взрывное устройство, замаскированное под банку с краской. Уже две недели я вам рассказываю о том, что готовятся, готовятся, готовятся теракты, то тут, то там, то сям. В Брянской области готовили серию терактов на объектах энергетики, мужчине предложили всего 180 тысяч рублей. Товарищи, ну вот, что это такое? Подорвать свою жизнь собственную, разрушить за 180 тысяч рублей? Насколько тебе этого хватит? На полгода в Саратове задержали бывшего бойца Вагнер, подозреваемого в теракте. Вот чем это заканчивается. Что там говорил Картополов? Да они другими людьми возвращаются. Он не просто участвовал в боевых действиях. Вагнер, это была штурмовая группа в первую очередь. Вагнер, это были люди, которые реально ходили в атаку, рисковали жизнь и проливали кровь. И вот он вернулся домой. И за еще копеечку малую он был готов воевать против России в тылу. Он готовил теракт. В Хабаровске бывший чиновник с женой готовили подрыв Амурского моста. 9 килограмм взрывчатки, обнаруженные в следовавшем через Татарстан автомобиле бывшего чиновника правительства Хабаровского края предназначали для подрыва моста через Амур. Помните, я вам рассказывал об этой истории? Как раз, когда американцы предупредили, что в России готовятся некие теракты, в Татарстане обнаружили автомобиль набитый взрывчаткой. Вот это оказывается. Бывший чиновник готовил теракт. Бывший чиновник. Там бывший вагнеровец, тут бывший чиновник. Одного поля ягоды. Российские чиновники очень похожи на российских заключенных. Возможно, неспроста. Загадочное отравление в здании суда в Донецкой области. Непонятно чем, непонятно каким образом, непонятно откуда, вообще не смогли найти. Может быть, что-то в система вентиляции была заброшена. Люди почувствовали, что они дышат чем-то, от чего у них кашель, першение, слезятся глаза и все остальное. Химическое оружие фактически, химические теракты делают против сотрудников суда Донецкой области. Вот такими методами работают наши противники. Запорожская атомная электростанция сообщила, что украинцы обстреляли объект критической инфраструктуры атомной электростанции. Нам вроде как рассказывают, что надо Украину беречь, нельзя допустить атомные катастрофы, надо защитить атомную электростанцию, украинцы ее не просто обстреливают, они уже попадают по электростанции, не хватает даже сил ПВО, чтобы все это сдержать. Что там скажут международные эксперты, МАГАТЭ, ГРОСИ, что они скажут по этому поводу? Они опять это не заметят? Но это просто позор. Там может быть настоящий Чернобыль новый, Зеленский только радуется, Данилов говорит, этого будет еще больше, ох уж эти русские. Украина пострадает в первую очередь, а им пофиг, им плевать, им на людей плевать, на территорию плевать, на развитие, на будущее, на все плевать. Они думают только о том, как войти в историю великими борцами против российского империализма. Вот это вот их заботит. Они думают про историю, потому что миллиарды у них уже есть. Помимо диверсантов, помимо обстрелов, есть еще постоянные поджоги, то тут, то там. В Новосибирской области горит склад со спиртосодержащей продукцией на площади 1000 квадратных метров. В Ярославле, в самом центре, на здании написано Z за победу, и на этом здании загорелась крыша на очень больших площадях, еле потушили. Кто это делает? Это все случайности. В Твери загорелся утеплитель строящегося многоэтажного здания. Вот это вообще классика. По всей России одно и то же. Здание еще не построено, или наоборот, здание заброшено, там еще нет жильцов, и вдруг там происходят мощнейшие пожары. Вот год назад, два года назад такого не было. А сейчас, судя по всему, украинские ребята сориентировались кого и где и как подговаривать. Я предполагаю, что мигрантов очень активно задействуют в таких схемах, но их продолжают привлекать на стройки. Луганск, пал сухой травы, пал, это делают местные жители или это делают диверсанты, чтобы перегрузить МЧСников и другие службы власти регионов, чтобы закошмарить людей. Я предполагаю, что наступающий сухой сезон, весна, лето, осень будут очень тяжелые с точки зрения вот таких диверсий. Мне просто страшно, я сомневаюсь, что хотя бы в половине регионов России власти готовы с этим бороться. Если каким-то школьникам, студентам будут по 5, по 10, по 50 тысяч рублей скидывать, это деньги, кстати, тех людей, кого мошенники дурят, у мошенников берут деньги, потом на эти вот мерзкие цели направляют. От мошенников наша власть до сих пор не может людей защитить. Это же угроза национальной безопасности. Всем плевать. Репортер немецкой телекомпании НТВ Ковита Шарма посетила украинских солдат на Южном фронте, где идут тяжелые бои. Оказывается, солдаты недовольны? Им хочется поскорее завершить эти боевые действия? Ройтерс пишет, США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины. Раньше это были миллиарды, по 3, по 5, по 10 миллиардов, а теперь всего лишь 400 миллионов. Блумберг пишет, вооруженные силы Украины пытаются укрепить оборону вдоль линии фронта, ни о каком наступлении уже речи не идет. У них заканчиваются боеприпасы, а у нас время, чтобы помочь им. Сложная ситуация, оказывается, вся западная пресса вдруг стала говорить, что время Зеленского сочтено, что ситуация у него аховая, очень и очень тяжелая. Financial Times пишет, страны Евросоюза готовы согласовать выделение 5 миллиардов европомощи на военную помощь Украине. Франция при поддержке Греции и Кипра наставила на том, чтобы фонд возмещал поставки оружия Киву только европейского производства. То есть, они думают не про помощь Украине, они думают о том, как бы на этом заработать. И, естественно, когда они делят эту шкуру неубитого медведя, эти выделяемые деньги, они там спорят до упора, они не могут договориться, все хотят заработать побольше. Украинцы жертвы европейского капитализма и олигархизма. Генштаб Польши заявил о готовности 300 тысяч солдат НАТО прибыть в страну. Причем тут есть интересный момент. Они говорят о том, что солдаты НАТО должны прибыть еще до того, как на нас кто-то напал. Польша вовсю готовится оккупировать Украину. 300 тысяч солдат это как раз та численность, которой должно хватить, чтобы половину Украины или треть Украины удержать под контролем НАТО стран. Клинтон заявил, что сделал все, чтобы Россия стала партнером с США. Путин как раз на интервью рассказал, что Байден отговаривал его избираться на третий срок президентский. А Клинтон оказывается пытался подружиться с Россией, а Путин как раз рассказывал, что нет, что мы хотели вступить в НАТО, а нас не взяли туда, вы выкинули нас из этого проекта. Лидер французских правых Марин Лепен неожиданно подставила Владимир Владимирович, она заявила, что Россия спровоцировала самый драматичный кризис за последние 20 лет, то есть хуже, чем коронавирус, вы представляете? Хуже, чем коронавирус, конечно, теряет союзников одного за одним. Не менее 10 россиян сняли с рейса Стамбул-Буэнос-Айрес без объяснения причин. Люди потратили более 1000 долларов на билеты и не смогли улететь. Вот еще один пример уважения наших дорогих партнеров к нам. Нигде, кроме как в России, мы никому не нужны. Если за плечами у нас нет сильного, могучего, независимого российского государства, то нас будут шпынять отовсюду. Даже Турция. Журналист Лиза Лазерсон, либералка, не знаю, иностранный агент, может, кто это сейчас. Челлендж 2024 года. Прямо сейчас все машины с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии. Но как это сделать? В Норвегию нельзя. Въезд машин с российскими номерами запрещен. Можно быть на пароме в Эстонию, но в Эстонии въезд машин с российскими номерами запрещен. Граница с Россией закрыта. Время пошло. На выезд сдается двое суток. Дальше ареста, конфискация, профит. То есть финны, куда приехали, многие бежали от мобилизации, они просто грабят этих людей. Либералов грабят. Турки в Аргентину лететь не дают. Эти ребята тоже издеваются финны. Скажите, пожалуйста, куда вы еще собираетесь бежать? Надо Россией заниматься. За четыре месяца конфликтов в Газе погибло больше детей, чем за последние четыре года во всех остальных вооруженных конфликтах в мире вместе взятых. Марин Лепен говорит, что это Россия во всем виновата. А то, что в секторе Газа рекордные удары по мирному населению, рекордные потери по детям, хотя Украина ого-го какая. А сектор Газа маленький. И по числу задействованных вооруженных сил, и по числу местного населения на Украине гораздо больше все. Но в секторе Газа происходят страшные вещи. Кто поможет этим детям? Нет, всех интересует заработать баблишко на выделении бюджетных народных денег европейским олигархам. Вот на этом об этом говорить готовы. В этом направлении работать они готовы. Великобритании запретили выписывать детям блокадры полового созревания для смены пола. Вы представляете, загнивающая Европа не такая что загнивающая. Оказывается, в Европе-то умеют думать иногда головой. Ну, по крайней мере, в Великобритании. Пошел откат этого загнивания. А в России он только набирает обороты. За деньги да. Делаем все, что хотим за деньги. Капитализм головного мозга. И эти исполнители, которые подрывают традиционные ценности. Но если они против спецоперации плохого не говорят, значит, их надо оставить. Инстасамка пользуется всеми возможностями, дает концерт зарабатывать деньги. Конституционный суд Молдавии признал законным переименование государственного языка в румынский. Предается молдавская идентичность, предается молдавская культура, молдавский язык, все. Страну готовят к присоединению к Румынии. Естественно, народ будет возмущаться, народ будут обвинять в том, что на Путина работаете, прекращайте. Вот это вот ситуация в Молдавии, которая рано или поздно приведет к тому, что наши власти попытаются сказать, что Молдавия, давайте с нами. И Молдавия, возможно, даже найдет себе силы и согласится, если когда-нибудь нас будет в отрождении Советского Союза, чтобы не стать добычей в Румынии, а сохранить идентичность, Молдавия вполне могла бы присоединиться к нашему проекту. В Болгарии всего за одни сутки в столице зафиксировали несколько массовых нападений на местных со стороны арабов. По словам очевидцев, один из пострадавших просто пытался защитить от приставания мигрантов девушку. Оказалось, что европейские страны Австрия, Германия приняли специальные законы. В Румынии и в Болгарии выдавливаются мигранты, которые в европейских странах плохо себя ведут, они выселяются туда, в страны второго класса. И в этих странах они нападают на людей, никто не знает, что с ними делать. Сейчас антимигрантская повестка в странах южных славян будет очень и очень востребована. Дорогие друзья, это был наш обзор всех главных новостей за прошедшие дни. Спасибо всем, кто посмотрел выпуск до конца. Спасибо всем, кто поддерживает нас донатами. По ссылке в описании вы можете приобрести прекрасное изделие, которое я рекламировал для вашего здоровья. Ставьте лайки, высказывайтесь в комментариях, задавайте свои вопросы, смотрите интервью на канале Павел Иванов, смотрите шорсы на этом канале, смотрите прогулочные ролики на канале не аудио статьи. Берегите себя, друзья. Вместе мы сила, вместе мы победим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok